1941 год. В Куйбышев эвакуируют предприятие. Строить заводы на тогда еще пустыре отведено тем, кто однажды нарушил закон. Заключенных сюда свозили со всех уголков Советского Союза. В начале 40-х Безымян Лаг был одним из крупнейших лагерей в системе ГУЛАГа и частью огромной строительной организации НКВД – Особстроя. Андрей Олих для создания романа 4 года изучал архивные документы. Описание быта брал из воспоминаний заключенных. Жестокость, болезнь, смерть – было все. Но, несмотря на все ужасы, говорит писатель, свою историю нужно принять. Роман «Безымян Лаг» – это не мрачное описание страшного времени. Это экскурсия по огромной строительной империи, жуткой, но великой. Роман действует о том, что, пускай это не очень хорошая, добрая история, но она наша. И, собственно, место, там очень много описано самого места, обезымянки. Место – это, оно, в принципе, чем-то красиво. Какой-то, может быть, суровой, безжалостной красотой, но оно красиво. Действия романа разворачиваются в течение трех дней в конце 1941 года. Именно тогда «Безымян Лаг» был одним из крупнейших лагерей в СССР. В нем содержались порядка ста тысяч заключенных. В основе сюжета – детективная история. Расследование убийства лагерного руководства. Три главных героя – лейтенант НКВД, инженер первого участка и седой узник, человек без имени. Три разные судьбы, переплетение которых и приводит к развязке. Андрей Олег говорит, вся нынешняя «Безымянка» – напоминание о тех суровых, тяжелых годах, память о которых застыла в каждом доме и даже на станции метро. Точно такие же поезда превратили оборудование для заводов «Безымян Лаг». В моем романе есть как раз момент разгрузки, которая заканчивается трагически. Также есть в нем и, собственно, о сварках, о строительстве корпусов заводов. Победа 94. Этот дом построен еще в 1934 году. Сейчас трудно представить, что в густонаселенном ныне районе он был единственным. Неподалеку был завод по ремонту железнодорожного оборудования. И дом строили для рабочих и руководства. Когда был лагерь, это было единственное высокие строения на горизонте. То есть где-то за нашими спинами начинается лагерь. А здесь был только этот дом. Я слышал, здесь даже легенды, и ходят местные. Вряд ли это правда, но говорят, что в его подвалах содержались заключенные. Сейчас на территории бывших лагерей находятся советский, кировский и промышленные районы Самары. Но до сих пор эту часть города так и называют «Безымянка». Автор романа считает рассказать об истории этих мест своего рода миссией. Здесь ударными темпами велось строительство заводов, которые потом тоже внесли свою лепту в великую победу. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.